Тот счет, который я зафиксировал после окончания игры, считаю, что он справедлив, равна абсолютно игра с минимумом моментов, как у наших ворот, так и голевых моментов. Так и у команды соперников. У нас было несколько предпосылок для быстрых атак, ну, концовки не могли повести до логического завершения. Прекрасно мы понимали, что на данный момент Кубань после двух вырезанных побед, крупных побед, находится на подъеме и тщательно изучали игру команды. Но скажу так, что каких-то сверхзадач Кубань нам не поставила, по одной простой причине, у них так немножко упрощенное ведение игры. Минуя среднюю линию, защитники сразу на выдвинутую четверку. Два форварда для двух крайних полузащитников, ну, Ильин, он больше к атаке, и Володя, там, вот, корек. Борьба, упавая на подборы, все, ну, мы строго сыграли в обороне, перекрыли все зоны, играли вторым номером, отдались осознанно на инициативу и уповали на быстрые атаки. И, к великому сожалению, мы не смогли там довести пара так долго, так сказать, что так считаю, что абсолютно равная игра. Вопросы, пожалуйста, Миша. Из всех матчей Кубани данный матч, пожалуйста, был самый боевительный, самый принципиальный по тому, как это виделось с трибуны. И в силу вышесказанного вами кто-нибудь из нашей команды удивил вас по игре, или же, в принципе, все было предсказано? Не, ну, Кубани был. Да, я согласен, что игра была очень боевая. Кубани, хорошо укомплектованная команда, имеет в составе опытных игроков, поигравших на уровне премьер-лиги, все. И мое твердое убеждение, тот невзрачный старт, который, ну, это внутреннее дело Кубани, там, я думаю, опытный тренер разберется, в чем проблема. Но я больше чем уверен, что и Кубань понимала, и мы понимаем, что игра, скажем, мы ближе к лидирующей группе находимся, им нужно исправлять ситуацию. Я уверен в том, что Кубань будет бороться за выход в премьер-лигу, я в этом убежден. Имея в наличии такой состав, практически, не два, наверное, два с половиной прилично укомплектованной команды, команда будет бороться все. И поэтому и такая боевая игра. А так, кого-то выделять мне не хотелось, там есть тренер, который сам разберется. Я могу по своим игрокам сказать. Если еще вопросы, пожалуйста. Какие задачи на сезон ставят, пожалуйста, уже команда? Ну, задачи на сезон, мы в прошлом году, мы впервые играли, после длинного перерыва, мы вышли в фонарь, играли, выступили достаточно удачно. Для дебютанта шестое место заняли, и до последних туров мы боролись, имели шанс попасть в таковые игры. Ну, задача, значит, в нынешний день стоит, занять место не ниже, чем в прошлом году. Прекрасно. Еще вопросы, друзья, есть? Давайте поблагодарим. А, пожалуйста. А вот что, в начале матча случилось с центральным защитником, да, зацепленный, а почему как-то в мячу в концовке несколько раз, эжен, вот, там, вратарь неудачно упадил. А что, в игру начиналось вот так? Ну, то, что случилось с Димой Ивановым в начале игры, злую шутку, наверное, сыграло поле здесь, да, если помните эпизод, длинная передача за спиной была, и он, поле полили перед игрой, там, да, скользковатое все, у него поехала нога и дернул приводячую мышцу. У нас сегодня вообще были проблемы, большие проблемы в центральной зоне. У нас сегодня впервые играл в основном составе Осипенко, который до этого даже не всегда в заявку попадал, молодой парень. Все, у нас такой форс-мажор, серьезно травмированный, уже несколько туров у нас. У нас Курилов, центральная защитница от трясения мозга у него. Виталик Шахов, вот он вышел, там, на какой-то, на седьмой, на восьмой минуте, вышел вместо Димы Иванова, который, приводя всю мышцу, дернул. У Виталика вчера была температура 38,6, и мы не стали рисковать, и все это форс-мажор, и мне пришлось выпускать больного человека. У него сегодня еще температура, доктор уколол, там, жаропонижающаяся, он вышел с температуры. Честь ему и хвала, что отыграл, отыграл достаточно, достаточно уверенно. У нас травм накануне отъезда сюда получил Соловьев, у нас травмирован центральный полузащитник Свежов. Поэтому мы играли сегодня абсолютно не в оптимальном составе и оптимальном сочетании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова